Приветствую вас, мои дорогие скорпионы! Этот ваш расклад на октябрь месяц. Первая карта, мои дорогие, для вас это король мечей. Король мечей показывает, мои дорогие скорпионы, что уже на начало месяца октября вы должны относиться хладнокровно. Относиться хладнокровно это к тех людям, которые у вас рядом, к тем ситуациям, которые у вас происходят. Если, знаете, вы еще такие люди, которые, если вы решили чего-то убрать из своей жизни, вы это будете сделать. Вас никто не осознает, потому что вы больше, знаете, именно, больше рассуждаете. У вас нету этих чувств, которые вот именно состояния, что вы, ой, я люблю, что я не смогу это. У вас именно хладнокровное состояние у вас есть, и вы это решаете. Но для вас это нужно вот именно вот на начало октября сделать это. Следующая карта, мои дорогие скорпионы, для вас это двойка пентакля. Благодаря вашей вот этой хладнокровности, то, что вы больше начинаете какие-то решения брать на ответственность, то вы контролируете. Здесь может для кого-то здесь именно финансы, то, что вы как бы даже те финансы, которые у вас есть, вы их контролируете, вы знаете, как их, знаете, вот тратить или на чего-то вкладываться. У вас как будто вы, вы держите вот этот баланс, то, что у вас есть. Следующая карта, мои дорогие скорпионы, для вас и тройка пентакля. Почему я сказала, что больше финансы идет, не про отношения. Здесь больше коллективная работа. Даже еще могу сказать для кого-то то, что идет, то, что у вас есть стабильная работа, у вас идет еще дополнительная работа, где вы работаете, здесь может 2-3 человека, где вы вот это начинаете. Даже может для кого-то здесь повышение квалификации или повышение каких-то новых знаний. Здесь больше идет такое. А если для кого-то может быть то, что касается отношений, здесь как будто вы хотите отсечь эти отношения, которые вы думаете, что хотя здесь можно работать над этим, можно для того, чтобы у вас что-то хорошее было в этих отношениях. Улучшить вот, что-то вот как бы, ну как бы поменять. Следующая карта, мои дорогие, для вас на середине, это, в середине месяца это пятерка жила. Здесь я могу сказать, что на середине месяца к тебе может быть какие-то люди, которые вас выведут на эмоции. Вот выведут в такое состояние, чтобы вы потеряли вот этот контроль, вот этот баланс, который у вас есть. Поэтому я могу сказать здесь, не обращайте внимания. Если у вас это получается контролировать, ситуация контролирует тех людей, которые у вас рядом, но это эти люди рядом. И здесь еще может быть люди, которые вы работаете вместе. Они могут вот, может быть даже, знаете, вы здесь, ваша работа, вы захотите за вашу работу поднять цену. И здесь, как бы, могу сказать, еще люди не будут согласны с то, что вы захотите вот какие-то финансы дополнительные. Вот еще. Следующая карта, мои дорогие, скорпионы для вас, это колесница. Колесница, да, у вас будет какая-то новая борьба. Вы будете бороться для того, чтобы вы что-то поменяли, да. Вот вы будете что-то, ну вот именно то, что это не, я скажу так, это не то, что ваша постоянная работа, а именно то, что вы захотите начать чего-то нового для вас, что-то новое, какая-то работа. И вы здесь будете бороться, чтобы как бы, вы посчитаете, что вот ваша работа стоит вот, ну, больше. Не то, что вот люди вам предлагают. Следующая карта для вас, мои дорогие скорпионы, колесо фортуны. Удача на вашей стороне, фортуна на вашей стороне, она вам дает возможности, вот, чтобы вы больше зарабатывали, больше вот вкладывали в себя. Но самое главное, не обращайте внимания на тех людей, которые у вас рядом, которые они могут для того, чтобы вот эта именно фортуна вам улыбалась, для того, чтобы вот эта удача у вас, чтобы это новые вершины, вот, то здесь нужно как бы не обращать внимания на людей, пропускать мимо вас вот какие-то там разговоры или что-то другое. Следующая карта на конец месяца, мои дорогие скорпионы, восьмерка пентакли. Здесь я могу так сказать, что здесь расклад, я не могу так сказать про отношения, но здесь больше идет то, что у вас будут конфликты, именно на середине будут какие-то конфликты рабочие. Вы будете считать, что вы как бы делаете эту работу, и вам не те финансы дают, которые вам для этой работы считаются, что это правильно. И здесь вот, ну, здесь пойдут. Именно для кого-то с мужчиной, именно какой-то мужчина, или вы сами, вот мужчина, вы будете конфликтовать именно по поводу финансов, то, что вам не понравится. Следующая карта на конец месяца, семерка мечей. Семерка мечей, я могу сказать так, что рядом с вами есть люди, но это люди, которые вы сами допустили близко к себе. Вы считали, что это как друг, как коллега. Вот именно эти люди, они вас будут вывести на этот конфликт, для того, чтобы вы потеряли эти финансы какие-то, для того, чтобы вот это именно новые какие-то изменения в вашей жизни, они не происходили. Они для этого вот как-то борются. И поэтому я говорю вам, обращайте внимание для кого-то. Здесь именно может, потому что здесь не отношения, здесь именно работа. Касается для скорпионов, что рядом с вами есть люди, которые хотят вот именно финансы, именно финансы тянуть из вас. Следующая карта, мои дорогие скорпионы. Возьмем карта совета. Что вам высшие силы подсказывает вам? Императрица. Императрица показывает то, что у вас изобилие есть. Но смотрите, здесь то, что вы посели, то вы пожмете. Потому что здесь может быть то, что вы у кого-то хотели что-то отобрать. Поэтому высшие силы вам подсказывает. То, что если вы сделали что-то хорошее, то, что вы посчитали, что ваша работа должна быть столько, то, конечно, вы возьмете эти денежки. А если вы кого-то обманули, наоборот, вы кого-то обманули, то здесь вы можете потерять. Поэтому я и говорю, конечно, здесь, мои дорогие, общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...